Пока Шарпей по кличке Булка вместе со своим владельцем испытывает снаряды на новенькой площадке для выгулособак, рядом на спортивной навыки оттачивают юные футболисты спортшколы «Зоркий». Не пустуют, несмотря на погоду, и другие объекты так называемой активной зоны набережной Павшинской поймы, где завершилась третья очередь реконструкции. Набережная превратилась шикарно вообще. Мы настолько рады здесь все жители. И сразу, сначала была только та сторона, вот немножко. Мы все туда ходили каждый день вечером, там отдыхали, голубей кормили. В общем, все было шикарно. А потом все дальше и дальше. С удовольствием мы ходим, особенно здесь молодежи очень много. С молодежью и не только пообщался министр благоустройства Михаил Хайкин, который посвятил с рабочим визитом обновленную набережную. Здесь разместились не только зоны для активного отдыха, но множество площадок для подрастающего поколения. Все это стало возможным благодаря национальному президентскому проекту «Жилье и городская среда». Мы получили достаточно большое количество федеральных денег для реализации данного проекта. И по поручению губернатора Московской области, повторюсь, мы эту работу ведем. И, в принципе, у нас в целом большая программа по Московской области. И вот отдельно такой прекрасный пример в Красногорске. Есть, конечно, еще к чему стремиться. У нас на следующий год тоже запланировано большое благоустройство. Мы будем продолжать территорию. В принципе, в планах масштабных всю набережную благоустроить в едином таком современном стиле. В планах на следующий год озеленение, включая более 800 деревьев и кустарников, малые архитектурные формы для детской площадки и освещение, в дополнение к тому, что уже сделано в ходе масштабной реконструкции. Мы сегодня видим 3,5 километра чудесной набережной, где можно заниматься и спортом, и гулять, и проводить вечера, потому что амфитеатры, различные уголки, которые здесь созданы, может позавидовать сегодня, в том числе, может быть, и Москва. Впрочем, не только Москва. Как отметил Михаил Хайкин, Красногорская набережная освещалась во многих европейских СМИ и попала в рейтинги как одно из интересных дизайнерских и архитектурных решений.